Всем привет! С вами Константин и это рубрика «На дворе». Сегодняшний выпуск посвящен 108-летию со дня рождения выдающегося советского авиаконструктора Антонова Олега Константиновича. Олег Константинович Антонов родился 7 февраля 1906 года в селе Троице Подольского района Московской области. С раннего детства он с удовольствием слушал рассказы старшего брата о полетах в небо. Именно тогда у маленького Олега зародилась мечта летать. Бабушка Антонова подарила внуку модель аэроплана, которую он любил запускать, а впоследствии сам начал мастерить подобные модели. У отца Антонова, инженера-строителя по профессии, было много книг по инженерному делу. Благодаря им Олег Константинович с детства познакомился с техникой и расчетами. Однако родители не одобряли увлечение сына, считая, что мужчина должен заниматься более серьезным и практичным делом. В возрасте 15 лет Антонов хотел поступить в авиационную школу, но ему отказали, так как на учебу принимали лишь тех, кто имел командирский стаж. Неудержимая мечта о полетах привела Олега Константиновича к мысли о самостоятельном строительстве планера, на котором он и мечтал научиться летать. Через два года, когда семья переехала в Саратов, будущий авиаконструктор записался в планерный кружок, где и познакомился со своими единомышленниками. Именно в это время был построен первый планер Антонова, а спустя год он принял участие во вторых всесоюзных планерных состязаниях в Крыму, где был отмечен грамотой. В 1925 году, когда Антонову было 19 лет, появился второй планер, на котором Олег Константинович совершил свой первый самостоятельный полет. В этом же году он поступил на авиастроительный факультет Ленинградского политехнического института. За время обучения в институте Антонов создает еще четыре планера, последний из которых, кстати сказать, принимает участие в очередных всесоюзных состязаниях и признается лучшим учебным планером. После этого студента замечает выдающийся авиаконструктор Ильюшин. После окончания института, по приглашению все того же Ильюшина, Антонов возвращается в Москву, где возглавляет Центральное бюро планерных конструкций, а еще год спустя руководит конструкторскими работами на Тушинском планерном заводе. За шесть лет работы он создает более двух десятков планеров различной конструкции. После закрытия планерного завода Антонов работал в конструкторском бюро имени Яковлева, где во время Великой Отечественной войны создал семиместный десантный планер. А после окончания войны Антонов возглавил Новосибирское отделение конструкторского бюро. Олег Константинович прославился не только как проектировщик и конструктор планеров, но и как создатель знаменитого семейства самолетов Ан. Первым и по мнению самого авиаконструктора самым удачным самолетом стал многоцелевой Ан-2, более известный как Кукурузник. Он был спроектирован в Новосибирске, построен на Киевском авиационном заводе и побил все рекорды долголетия, так как являлся единственным в мире самолетом, выпускавшимся на протяжении 60 лет. Ан-2 экспортировался в 26 стран мира, а также до сих пор производится в Китае. Простота в эксплуатации, малый разбег, пригодность для работы с неподготовленными грунтовыми площадками позволили использовать Ан-2 для авиахимических работ в сельском хозяйстве, перевозки пассажиров и грузов, а также для работы на малоосвоенных территориях в Сибири, Азии и Крайнего Севера. За разработку этого самолета Антонов был удостоен сталинской премии. В 1946 году конструкторское бюро переехало в Киев, и до 1984 года было создано большое количество известных по всем мире самолетов, за изобретение которых Олег Константинович был награжден ленинской премией и удостоен звания генерального конструктора. Кроме авиастроения Антонов увлекался живописью. Он с удовольствием проводил свободное время за мольбертом. Это помогало ему в создании гармоничных конструкций летательных аппаратов. Рисование, конечно, необходимо каждому человеку, и я считаю, что это не дар Божий, потому что каждый может научиться рисовать. А когда-то Монтеске сказал, что нация, которая научит своих детей рисовать в такой же мере, как читать, читать и писать, превзойдет все другие в области наук, искусства, принесет. За 60 лет непрерывного труда Олег Антонов написал 200 научных трудов, 4 книги. Ему принадлежит 72 авторских свидетельств на изобретение, десятки журнальных и научных статей. Им было спроектировано более 50 конструкций опытных и серийных планеров различного назначения, а построено около 7 тысяч летательных машин. Выдающийся конструктор умер в Киеве 4 апреля 1984 года. Именем известного на 8 изобретателя названы «Улица в Киеве», «Авиационный концерт» и «Авиалиния». А у меня на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, оценивайте наши истории, ставьте им лайки. Не забывайте про репосты для друзей. До новых встреч!